С начала суток на передовой произошло уже 69 боёв. Больше всего российских штурмов на Кураховском и Покровском направлениях, отмечают в Генштабе Вооружённых Сил Украины. На Покровском участке, кроме штурмов, оккупанты активно используют диверсионно-разведывательные группы. Подразделения Нацгвардии Украины уничтожили несколько групп противника, которые пытались проникнуть в населённые пункты и проводить диверсионно-разведывательные действия. Заблаговременно обнаружив их, бойцы НГУ устроили засаду и уничтожили диверсантов. Некоторые огневые контакты, в частности, имели место на довольно близком расстоянии, когда применялось только стрелковое оружие. Руслан Музычук, спикер Национальной гвардии Украины, в комментарии «Украинской правде». На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили российские штурмы в районе Макеевки, Невского и Грековки Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Торского и Белогоровки Донецкой области, а также Лозовой, Синьковки, Петропавловки и Готища Харьковской области. Из-за значительных потерь и отсутствия элементарного обеспечения водой и продовольствием российские солдаты на севере Харьковской области самовольно покидают подразделения оккупационных войск, отмечают украинские защитники. В районе населенного пункта Глубокая наблюдается нехватка воды и провизии на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии РФ. В связи со значительными потерями среди личного состава указанного подразделения отмечаются случаи дезертирства. Из сообщений оперативно-тактической группировки войск Харьков в Телеграм. На севере Харьковской области россияне также начали использовать при штурмах так называемые танки-сарай, говорят военные. Первая бронемашина, которая идет в их штурмовой колонии, это преимущественно танк старой модификации, может быть без башни, без боеукладки. Он применяется как носитель. Сверху он отварен фактически сараем. Между телом танка и между этим сараем расположена штурмовая пехота. Позади танка двигаются 2-3 БМП, точно также обваренные сверху сараями. Не знаю, что российские оккупанты рассказывают военным и как они их заставляют залезть в эту конструкцию, которую соорудили, потому что это точно неизбежная смерть. Большинство вменяемых людей, приобщенных к военному делу, это понимают, в том числе и новобранцы РФ. Но система принуждения у них работает так, что оккупант больше боится своих, чем идти на поле боя на неизбежную гибель. Поэтому, так или иначе, они консервируются в эту же стянку. До 70% штурмовой пехоты, которая перемещается на такой технике, не доходит до линии спешивания. А 90% техники на данный момент уничтожается силами обороны на поле боя либо сразу, либо после повреждения. Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиакомплектов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. В эфире марафона Идыни Новыйны. В Луганской области пограничники уничтожили российские склады с боеприпасами, подбили танк, БМП и грузовики с личным составом. В Донецком регионе бойцы 111-й бригады также уничтожили танки захватчиков, бронеавтомобили и грузовики. Кроме того, пушки и минометы. А бойцы 108-й бригады уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс оккупантов. А во временно оккупированном Крыму захватчики пытаются усилить береговую охрану и увеличивают количество радаров. Об этом сообщает партизанское движение «Атэш». Наши агенты провели разведку побережья и бухт Севастополя. В ходе наблюдения было установлено, что бухты почти пустые. Большинство кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах. Несмотря на это, береговая охрана усилена военными катерами, которые ведут круглосуточное патрулирование. Активно отслеживается возможное появление безэкипажных катеров в прибрежных водах. Взамен систем ПВО на кораблях активно разворачиваются мобильные радиолокационные станции для защиты по всему полуострову, которые также вскрываются нашими агентами. Мы безостановочно отслеживаем обстановку и благодаря нашей работе системы защиты оккупационных войск теряют свою эффективность. Из сообщения партизанского движения «Атэш» в Телеграм. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 631 тысячу человек. За сутки было ликвидировано 1220 российских солдат, уничтожены 18 танков, 48 бронемашин, 52 артиллерийские системы и десятки единиц другой техники россиян. Субтитры создавал DimaTorzok